В жизни так иногда бывает, да что ж там, бывает постоянно, что у вас нету денег, но машина вам нужна. И что делать, если у вас в кармане, например, 300-400 тысяч рублей? И если у вас в кармане всего лишь 300-400 тысяч рублей, то у вас есть два варианта. Первый, вы можете купить автомобиль, на котором вы выглядите спокойным, солидным, но, очевидно, не очень состоятельным человеком. Либо вы можете купить тачку, на которой вы настоящий хозяин жизни. Жизнь-то удалась, машина премиальная, хорошо оснащенная, круто выглядит. Но только мы никому не скажем, что в данный момент ей 14 лет, а она стоит всего 400 тысяч рублей. И для того, чтобы понять, какой автомобиль предпочесть, сегодня на моем канале появился вот этот господин, который пытается изображать меня со своим накладным животом. И сегодня я постараюсь доказать, что если у вас не так много денег, выбирать нужно то, что вам по карману. И в принципе, ребята, я даже соглашусь, но на один день, исключительно в соревновательной истории, я беру себе вот этот автомобиль. Итак, ребята, у нас с Леной по 400 тысяч виртуальных рублей, на которые каждый из нас совершил виртуальную покупку. Лена взяла премиальный автомобиль, а я купил новый автомобиль «Лада Гранд Лифтбэк». Ёпсель-мупсель. Это было переключение со второй на третью. Господи, скрипит, кряхтит. Но самая, конечно, прикольная вещь – это переключение коробки передач. Что касается салона, ребята, не могу включить климатическую установку, потому что у меня там где-то внутри физически отломана заслонка. И в случае, если я включаю климат, и начинается обдув, здесь просто страшный какой-то кряхтящий-скрипящий звук. Периодически сам по себе вдруг начинает выезжать экран. В машине горит огромная куча лампочек. У меня что-то не то с ручником, абсолютно точно что-то не то с системой стабилизации и СБС. Как они так ездят? Потрясывает всю машину тоже пока не понимаю, почему. В остальном, вы знаете, плыву, все прекрасно. Приятный автомобиль, если не задумываться о том, сколько всего у меня, скорее всего, сломано. Это… Это… Это новая машина, в общем. Чего они долго рассказывают. Поэтому я сразу отправляюсь к нашему финишу. По поводу двигателей, ребята. Но самые нераспространенные истории здесь дизельные. Дизельных агрегатов может быть несколько, но ни один из них сейчас к покупке рекомендовать не могу. Основные проблемы со старыми дизелями вам всем известны. ТНВД, свечи накаливания, вся-вся вообще, вся топливная система. Вынуждена признать, что по езде дизельные агрегаты чуть ли не приятнее, нежели бензиновые. Потому что крутящий момент выше, стартует очень классно, расход меньше, машина большая, жрущая. Короче говоря, одни плюсы. Но все равно, не экономьте, возьмите лучше бензиновые моторы. Но самое неприятное, что меня здесь очень напрягает, в машине стоит отвратительная бензиновая бонь. И вся эта история запахов, плюс горящие лампочки. Давайте-ка на сервис заедем. Александр, здравствуйте. Да, здравствуйте. Есть целый ряд моментов, которые меня просто доводят до белого коленя. Первый – это отвратительный запах бензина в салоне. Он есть всегда, он сильный, и его не заметить невозможно, поэтому у меня оба окна открыты. Дальше у меня горят лампочки системы стабилизации АБС. Ну и плюс, в принципе, 300 тысяч пробега. Хотелось бы, чтобы вы взглянули. О, смс от Лины пришло. Заехала в сервис, но ты сильно не радуйся, и я недолго. Недолго. Ну да, пару лет, и твоя машина будет как новая. Пока в сервисе смотрят машину на предмет ошибок, давайте я вам расскажу в общем и целом, что зачастую вводит в заблуждение людей, которые хотят купить такой автомобиль. А именно то, что визуально эта машина обалденная. Она выглядит очень хорошо. Редкий автомобиль в 14-15-летнем возрасте, ребята, может похвастаться тем, что у него такой кузов. Кузов абсолютно живой. И главное, что каким-то удивительным образом Ауди удалось сделать ту машину, которая до сих пор выглядит актуальной. Именно за счет того, что все думают, что я буду выглядеть крутым, у меня здесь ни капли ржавчины. Вуаля, вы покупаете машину, которая внутри помойка, причем в том числе и технически, а снаружи конфета. Электроусилитель руля, здесь подогрев лобового стекла, 4 стеклоподъемника, 2 подушки безопасности и 3 подголовника на заднем диване. Ребята, что вам нужно еще? Но что самое главное, все эти опции работают. Салон, если честно, хорошим уже не будет. В очень редких ситуациях, ну, удивительно аккуратным собственникам удавалось сохранить его в таком состоянии, хотя бы как у нас. Здесь в случае, если отхимчистить, и это не будет выглядеть как желтые засиженные сидения, нету практически никаких дыр. Всего одна маленькая, и та на водительском сидении, которая прикрывается аккуратно попой. Руль затерт обязательно, дисплей редко выезжает, но у нас выезжает. И огромный ворох проблем по электрике. Если вы сейчас взяли машину, у которой пока все работает, значит, вы просто не видите, что там не работает. Дорожный мастер. Будем на всякий случай держаться рядом с этой машиной, вдруг что случится. Правильно? Массово D3 уже просто не могут быть в хорошем состоянии. Вы должны спокойно относиться к тому, что у вас, например, будут отсутствовать какие-то, например, противотуманки, или будут треснутые фары, или будет, например, как здесь, замыленное крыло, если вы присматриваетесь, оно в страшную сеточку, то есть оно когда-то было очень плохо покрашено. Дальше, конечно же, скорее всего, у вас будет отсутствовать часть хромированных деталей. Кстати, у них есть проблема, которая у нашей машины отсутствует, это отваливаются вот эти вот молдинги, они не очень дорогие, их можно в том числе и найти на разборке. Но когда их ушки вот так вот отдираются, машина выглядит как старое больное животное. Не открывается багажник, это тоже достаточно стандартное явление. В общем и целом, ну не придирайтесь, не тот вариант, просто посмотрите, чтобы не было большого битья. И вот они, волшебные V8. Действительно, с ними машина эта едет прекрасно, хотя справедливости ради нужно сказать, что она неплохо едет с V6. Самые распространенные моторы 3,7 и 4,2, в основном все-таки 4,2, 3,7 были, 280, 4,2, 310 и 335. Если вы найдете нормальную машину, у которой было регулярное обслуживание, у которой реальный пробег, хотя бы 300, как у этой машины, то можно надеяться на то, что вот такой вот старый мотор проживет у вас как раз-таки 500-700 и миллион. Нет, не миллион, 500-700, хорошо. При этом я вам могу сказать, что если вы захотите чего-то новенького и возьмете рестайлинговую машину с FSI, вы, скорее всего, вляпаетесь в дорогостоящий ремонт, который будет стоить чуть больше, чем весь вот этот автомобиль. Вы когда-нибудь встречали во дворе Porsche Cayenne летом на шипах? Наверняка встречали. Так бывает в том случае, когда владелец понимает, что летняя резина на его машину стоит столько же, сколько его машина. Когда вы покупаете подержанный автомобиль, вы точно не знаете, что с ним происходило до этого, и тем более вам неизвестно, какое масло в мотор лил предыдущий хозяин. А это очень важно в случае, если у автомобиля приличный пробег. Вот, например, масло Mobil 1 FS5W40 из категории масел для автомобилей с пробегом от 100 тысяч и выше. Оно справляется со шламом и отложениями в двигателе уже после первой заливки. Кстати, по-моему, здесь есть дорога, которая сильно укоротит мне маршрут. Попробую срезать. Саш, ну что тут по ошибкам? На самом деле ошибок довольно много. Ну, я не удивлена. Есть ошибки и по двигателю, и по коробке передач, и по климат-контролю. Давайте что по мотору сначала посмотрим. По двигателю. Неисправны оба катализатора. Есть проблемы с воспламенением горючей смеси. Связано это может быть как со свечами зажигания, так и с работой форсунок. Катализаторов, я думаю, тупо нет, да, скорее всего. Что касается коробки передач. Первое, это нестабильное переключение между третьей и четвертой передачей и отсутствие пятой передачи. По системе антиблокировочной и по системе стабилизации тоже есть ошибки. Связаны они с неработающими датчиками АБС. Ну и после их замены следует еще раз продиагностировать, посмотреть. Возможно, это не единственная проблема, которая будет. Ну и не поверю, чтобы ничего по пневме не было. По пневме тоже есть ошибки. А баллоны травят или датчики из строя повыходили? Комплексные ошибки есть как по механической части, так, которые связаны уже, видимо, с возрастом автомобиля, так и по электронике. Хорошо, что мы срезали. Хотя глобально в этом смысла не было, Лена все равно застряла в сервисе, так что у меня карт-бланш. И поскольку у меня карт-бланш... Так, есть еще ошибки по климат-контролю. Это у нас по двигателю ошибки и по коробке. Да хрен с ним, с климат-контролем. Окошко открою. Окошко открою. Откуда у нас такая вонь? Вот главное, вы разобрались? Откуда у нас такая вонь? Вы знаете, посмотрели весь автомобиль, система топливная, она герметичная. Видимо, есть предположение, что что-то разлили все-таки. Ну что, пошли искать? Тут проблема в том, что нет блокировки межколесного дифференциала. Вот и все. В остальном никаких сложностей нет. Обычно он у Гранта есть, но чего-то здесь он не сработал. Но вы блогеров смотрите, вы знаете, как это работает. Чего я вам буду это рассказывать по сто раз? Поговорим лучше о жуках-эндемиках. Я просто не могу понять, откуда, откуда такой запах. Вроде говорили, что в машине ничего не разливали. Господи, а что у нас с крышкой багажника? Кто канистру подложил? Поздравляю, уважаемый владелец. Либо это вы, либо это кто-то вам подложил такой сюрприз. Здесь у нас канистра с бензином, а этот запах летом можно вывести, ну, я не знаю, чем. Ну и кнопка закрытия багажника у нас, конечно же, не работает. Саш, ну раз проблемы с бензином нашли, они смешные, давайте хотя бы просто для успокоения души поменяем масло и фильтры. Хорошо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я смотрю, ты решил, что у тебя новый дорогостоящий внедорожник. Судя по внешнему виду, грамм. Я выбрал неоптимальный маршрут, я признаю. Даже нет сомнений. Но то, что эта машина здесь оказалась, настоящее чудо. Как это возможно? Вопрос, видишь ли, в ручках и в прокладке между рулем и сидением, все просто, все просто. Но на сервис все-таки ты заехал. Всего лишь один разок за этот день. И то мы ничего не делали. Слишком мало для такой машины. Мы просто немножко продиагностировали и поменяли масло на свежее. По условиям сделки, между прочим, ты здесь должен оставить ключи от этой машины на автосвалке. Но если честно, я считаю, что автосвалке более достоин вот этот автомобиль. Вот тут я с тобой согласен. Предлагаю дружбу. Договорились. Давай оставим здесь уби. Итак, сегодня вы узнали, какое масло лучше использовать в случае, если у вас автомобиль с пробегом более 100 тысяч километров. А вот какое масло лучше использовать при высоких нагрузках, вам расскажет Антон Борытников. Субтитры сделал DimaTorzok